Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал! И я очень рада приветствовать вас в новом видео! Сегодняшнее видео начинаем с утра, с приготовления очень вкусного, сытного завтрака. И готовится он очень и очень просто. Я сегодня буду готовить ленивый хачапури или сырные лепешки. Из ингредиентов нам понадобится сыр 200 грамм, разрыхлитель 1-2 чайной ложки, 2 яйца. Мука примерно 4-5 столовых ложек с горкой, соль по вкусу, зелень у меня это петрушка. И еще нам понадобится сметана примерно 170-200 грамм. Для начала я натерла сыр на крупной терке, у меня здесь 2 вида сыра, это сыр сулугуни и гауда. Я стараюсь брать так, чтобы хотя бы один из сыров был всегда сулугуни. Так получается на мой взгляд вкуснее. И лепешка, когда приготовится она такая будет очень текучая. С сыром, который тянется. Нам так нравится. Для начала натираем сыр на крупной терке, добавляем куриные яйца, мелко шинкуем зелень. У меня это петрушка. Затем добавляем разрыхлитель теста. Муку вводим по несколько ложек и тщательно перемешиваем. И также добавляем сметану. Когда тесто у нас готово, есть два варианта, как можно его приготовить. Я иногда готовлю на сковороде, но сегодня мне захотелось приготовить в духовке, потому что так получается меньше масла на лепешке. Противень застелила пергаментной бумагой и сверху ставлю основу от разъемной формы для запекания. Дно я убрала. Сделала я это для того, чтобы лепешка приобрела форму, а не просто расплылась по пергаменту. Чтобы была красивая, округлая форма у сырной лепешки. Духовой шкаф у нас уже был разогрет до температуры 180 градусов, верхний и нижний нагрев. И примерно выпекаться будет минут 20-25. Ориентируйтесь по вашей духовке, готовность проверяем шпажкой. Приготовилась сырная лепешка, достаю из духового шкафа, убираю разъемную форму и пергамент. И сверху еще буду украшать рубленной зеленью. У меня это будет петрушка. Аромат стоит просто потрясающий. Готовится очень быстро, получается безумно вкусно. Отличный вариант для завтрака. Можно также еще порубить свежие овощи. Допустим огурец, томат, перец сладкий, красный, желтый, оранжевый и так далее. И вот такой вот завтрак у нас получается. И конечно же, какой завтрак без вкусной чашечки ароматного кофе. Наливаю себе кофе с молоком. Мы сейчас будем садиться завтракать. Всем, кто тоже кушает, желаю приятного аппетита. Сейчас оформляю доставку продуктов из магазина Перекресток. У нас сегодня ливень целый день, поэтому идти никуда не хочется, да и некогда. Очень много дел. Заказ делаю через мобильное приложение Перекресток. Там очень много товаров, более 35 тысяч продуктов. Скидки, акции, цены, как в магазине. Очень быстрая доставка за 60 минут. Вот такая вот продуктовая корзина у меня сегодня получилась. Обожаю делать заказ продуктов с доставкой на дом. Это очень удобно. Не нужно тратить время на поход в магазин. К тому же в приложении можно выбрать товары со скидками или отсортировать их по стоимости. Это тоже здорово, ведь благодаря этому можно экономить бюджет. У меня для вас есть промокод Яна400, который дает скидку 400 рублей при первом заказе от 1800 рублей для новых клиентов. Ссылку на приложение Перекресток я оставлю внизу под видео. Я сейчас пришла на кухню и буду заниматься ее преображением. Докупила недостающие контейнеры, брала в объеме 1 литр 1,7, 0,8 и на 0,5 литра. Сейчас убираю всю упаковку и тщательно мою контейнеры. И в прошлый раз, когда я переорганизовывала верхние шкафчики, допустила такую ошибку, хочу тоже вам о ней рассказать. Я сначала занялась переорганизацией, а потом, когда уже надо было пересыпать все крупы по баночкам перекладывать, баночки были не подготовлены. И пришлось их мыть и потом ждать какое-то время, когда они тщательно просохнут. Несмотря на то, что я их вытирала полотенцем, все равно нужно оставить хотя бы на полчасика, чтобы они еще дополнительно просохли, иначе может завестись муля или, допустим, плесень. В этот раз я решила учесть этот момент и перед тем, как приступила к переорганизации шкафчиков, пока еще ничего из них не доставало, сразу же принесла все коробочки, которые я купила. И убираю упаковку и тщательно их промываю. И пока буду смотреть, что куда переорганизовать, баночки за это время, конечно же, успеют уже высохнуть. Подготовила все контейнеры, сейчас они у меня сохнут, а я тем временем приступаю к преображению внутреннего пространства шкафчиков. И если у вас тоже поднакопились какие-то дела, или, допустим, вы тоже планировали заняться переорганизацией кухни или какого-то места в вашей квартире или доме, предлагаю присоединиться ко мне, вместе будет веселее. И хочу еще спросить у вас, как часто вы занимаетесь, допустим, разбором кухни, как часто ее переорганизовываете. Допустим, я вот занималась такой вот масштабной переорганизацией полностью всей кухни, всех шкафчиков год назад, это был прошлый июль или конец июня. И вот в этом году тоже решила заняться этим моментом летом. И сейчас показала контейнеры, с помощью которых буду переорганизовывать пространство над встроенной микроволновкой, там у нас пенал, и до этого у меня хранился набор розовой посуды. А в выдвижном большом ящике под микроволновкой здесь вертикально хранятся столовые приборы, миксер, блендер, какие-то помощники для выпечки. И решила этот шкафчик я освободить, как раз в него хочу переорганизовать хранение розовой посуды для готовки. А с помощью вот таких вот контейнеров, вроде бы я эти контейнеры покупала в фикс-фрайсе, показывала вам. У меня их три штуки и мне не хватило одного контейнера, потом докуплю. И как раз очень удобно в эти контейнеры можно будет сложить в один контейнер блендер, в другой миксер, что-то для выпечки, терку бернера. Именно ту насадку, которой я пользуюсь не так часто, это насадка рейсти для шинковки морковки по-корейски там и так далее. Очень удобно получилось таким способом организовать. И когда я буду заниматься, допустим, выпечкой, у меня сразу же в одном контейнере будет и миксер, и также все различные насадки для него. Очень удобно. Просто достал контейнер, приготовил, допустим, тесто, потом тряпочкой влажной вытер технику и обратно все сложил в этот контейнер на место. Очень удобно. А когда у меня все хранилось в выдвижном ящике, просто наваливалось сверху и не получалось всегда поддерживать в красивом и в хорошем состоянии, в порядке, этот выдвижной ящик. И сейчас занялась переорганизацией выдвижного ящика, в котором у меня хранилось непонятно что, какие-то термосы, термокружки и так далее. Решила, что слишком уж больно почетное место им на моей кухне, потому что, как я и вам и говорила, у меня не такое большое количество ящиков. Их всего 5, и поэтому особо здесь не разгуляешься. И очень нужно подумать, чтобы хотелось больше в приоритете хранить в том или ином, именно в выдвижном ящике, а не вертикальным хранением. И пришла я к выводу, что все-таки хочу хранить столовые приборы и различную кухонную утварь именно в узком выдвижном ящике, а не вертикальным способом. С помощью вот таких вот лотков покупала их, вроде бы на озон показывала вам, организовала пространство выдвижного ящика. Очень туда хорошо у меня уместились различные ложки поварюшки, чеснокодавка, различные столовые приборы и так далее. А сейчас пылесосом ручным чищу ящик, в который буду на хранение убирать набор розовой посуды для приготовления еды. И хочу сейчас вас познакомить с пылесосом от суббренда Xiaomi Redroad V18. Это беспроводной вертикальный пылесос для сухой уборки. Этот пылесос идет просто с огромнейшим выбором насадок. Есть щелевая насадка, насадка с мягкой щетиной, складное колено двух видов, для мебели насадка, насадка для пола, которая содержит две турбощетки. Также в комплект входят запасные щетки для основной щетки для насадки. И идет вот такой настенный держатель, куда можно прикрепить все насадки, которые есть в комплекте. И с помощью также этого держателя пылесос будет стационарно находиться где-то на стене и заряжаться. У пылесоса есть возможность выбора режимов уборки. Их целых три. Это эко-режим, средний режим и режим мощной уборки. Я обычно пылесошу пол на среднем режиме и мне хватает полного заряда аккумулятора, чтобы пропылесосить пол во всей квартире. Площадь квартиры у нас 120 квадратных метров. В пылесосе предусмотрен двойной хэпо-фильтр. Это очень здорово, потому что практически вся пыль, которую собирает пылесос, с помощью этого фильтра улавливается. Это очень актуально для аллергиков. И также производители разрешают этот хэпо-фильтр мыть под водой. Только потом нужно будет его тщательно просушить перед следующим применением. С помощью данного пылесоса можно пропылесосить полы, ковры с коротким ворсом и труднодоступные места благодаря щелевой насадке. Также мебель, клавиатуру, матрасы и многое другое. Очень удобно то, что есть колено с изгибом. Можно пылесосить таким образом в труднодоступных местах, допустим, под комодом, под кроватью, под столом. Это очень удобно. У данного пылесоса очень интересная насадка для пола. Она содержит сразу же две турбощетки, которые вращаются в противоположном направлении друг от друга. И то, что турбощетки разные. Одна очень хорошо собирает, допустим, волосы, шерсть от животных и так далее. А вторая замечательно собирает какой-то крупный твердый сорт. И благодаря этому уборка еще становится более качественной. Данный пылесос будет отличным помощником для ежедневной уборки. И кто сейчас присматривает пылесос беспроводной вертикальный для сухой уборки, ссылку оставлю внизу под видео в описании. Может быть, кому-то пригодится. Я уже тем временем помыла ящик выдвижной. Мыла его с помощью хозяйственного жидкого мыла. Очень оно мне нравится. Отлично справляется со своей задачей. Прекрасно отмывает какой-то жир, пятнышки, подтеки и так далее. И хотя у меня на дне ящика нету ковриков, ящики в хорошем состоянии, все прекрасно отмывается. И в этом выдвижном ящике решила хранить кастрюли, ковшик и еще сковородки вертикальным способом. Единственное, что дома у меня не обнаружилось. Подставки под сковороды обязательно куплю. Сразу же занесла себе в список покупок. И потом покажу, как сковородки будут прекрасно стоять вертикально. В этом держателе статичные не будут падать. В принципе и сейчас, пока вся посуда чистая, ее много, целый набор. Плюс кастрюли с другой стороны помогают зафиксировать сковороды. Они тоже стоят статичные и не падают. Думаю, что такое хранение мне понравится и приживется. Сейчас показываю вам то, что решила переорганизовать хранение. Все для выпечки. Выделила отдельный контейнер. Этот контейнер я покупала на Озон. И покупала для хранения в холодильнике. Но так как не хватило мне контейнеров из фикс прайс, решила задействовать его сюда. Когда докуплю необходимое количество контейнеров из фикс прайса, все контейнеры, которые я взяла из холодильника, вернутся туда. И также в такие же контейнеры переорганизовала хранение хлебцев, которые у меня были уже открыты. И также лепешек тортилин. И, кстати, получилось очень и очень удобно. И сейчас буду заниматься переорганизацией ящика, в котором у меня все хранилось вот таким вот способом. С помощью корзинок. Эти корзинки покупала я в прошлом году в фикс прайс. Изначально было в принципе удобно, но потом, когда пользуешься, уже просто в каждую корзинку наваливается все не по тематике. И скотч обычный, и двухсторонний, и какие-то мерные ложки, свечи, ручки и так далее. Поэтому решила избавиться от этих здесь корзинок. И буду в этом ящике организовывать такую чайно-кофейную зону. Думаю, что в принципе будет логично и удобно, потому что как раз здесь, прямо рядышком с этим ящичком, стоит у нас и тостер, и чайник. Поэтому думаю, что будет удобно пользоваться. А пока что нужно перебрать все контейнеры. Смотрю сроки годности, то, что просрочен срок годности. От этого я избавляюсь. Где сроки годности подходят, перекладываю в контейнер. И у меня будет такой контейнер, который будет называться и расходовать в первую очередь. Принесла плетеный сундук. Как раз у меня там все лежало, то, что необходимо для организации именно этого ящичка для чайно-кофейной зоны. Достаю все содержимое и таким способом очень удобно работать. Все наглядно, видно сколько чего у меня есть и сколько контейнеров мне нужно. И сейчас занимаюсь тем, что перекладываю все по контейнерам. Контейнеры как раз замечательно просохли. Хорошо, что перед тем, как начала заниматься переорганизацией, их промыла, просушила. И сейчас не нужно тратить мне на это время. И перед тем, как вообще заниматься новой переорганизацией кухни, я посмотрела то, что меня не устраивает. Это касалось и верхней части кухни, и нижних ящичков. Записала, что хочу изменить. Потом просто пришлась по ящичкам, по полочкам, перечертила их размеры. И под эти размеры уже смотрела, что можно в них будет хранить. И сколько будет необходимо мне приобрести баночек того или иного размера. И получилось так, что благодаря этому, то, что я продумала сколько чего мне надо, я ничего не накупила лишнего. У меня не осталось ни одной лишней банки. Потому что все было заранее спланировано и продумано. Даже когда я делала переорганизацию сыпучих, круп там и так далее, просто сразу же чертила полочку на листочке. И схематично баночки подписывала, что в какой баночке у меня будет храниться. И кстати, когда все вот так спланировано, еще есть один большой плюс, кроме того, что экономия, ты не накупишь лишних баночек. Еще такой плюс, то что экономится время, потому что уже все заранее спланировано и продумано. Останется только все извлечь из шкафчиков, помыть их и разложить по новым баночкам. Тем самым, времени на переорганизацию заниматься, конечно, намного. А когда нет четкого плана, можно, конечно, целый день ходить, перекладывать с места на место, что будет в каком шкафчике или ящичке стоять. И забегая вперед, скажу, что у меня сейчас получилась, наверное, самая лучшая переорганизация на кухне, которая вообще была за все время, пока мы здесь живем. Очень мне все нравится, как хранится, удобно, потому что видео все равно я озвучиваю попозже. И уже могу сказать то, что мы пользуемся вот такой вот системой. Очень удобно, еще очень сильно приобрезилось и содержимое самих ящичков. Вот даже сейчас наглядно видно, как красиво, когда открываешь, и все баночки одинаковые, все по своим местам, и нет вот этого вот захламления корзинками. И в этих корзинках куча-куча-куча всего вперемешку лежит. За кадром подписала все контейнеры и хочу ответить на комментарии, спрашивали меня под видео, зачем подписывать содержимое контейнера, ведь и так все видно, то что там находится. С этим я абсолютно согласна, для этой цели подписывать не нужно, а я подписываюсь с той целью, что когда содержимое контейнера заканчивается, не нужно вспоминать, что в нем находилось. Когда я показывала переорганизацию кухни, наверное, это было года почти три назад, тоже многие спрашивали, зачем подписывать контейнеры, неужели не отличить манку от рожков. Конечно же, отличить можно, просто потом не нужно вспоминать, что находилось в этом контейнере. И на самом деле это очень удобно, открыл шкафчик, смотришь то, что нет такой-такой-такой крупы, быстро все себе в заметке написал и не нужно вспоминать, что где находилось. И потом также удобно, когда приобретаешь то, что закончилось, кладешь в тот же контейнер, в котором до этого и хранилась, допустим, та же там мука, макароны, рис и так далее. Я уже переорганизовала хранение всех ящичков, которые запланировала и сейчас собираю мусор. Очень хорошо еще у меня получилось расслабиться на кухне, много от чего избавилась. Единственное, что на самую верхнюю полку в пенале убрала толкушку двух видов для пюре, штопор, потому что мы им ни разу не воспользовались за 9 лет. И еще такое приспособление показывала вам в покупках, чтобы нарезать арбуз. Мы недавно покупали арбуз и как-то у меня не получилось, если честно, хорошо нарезать с помощью этого приспособления. Поэтому вот эти 4 вещи я убрала наверх, если ими не воспользуемся в ближайший месяц-два, тоже от них избавлюсь, потому что пюре мы делаем всегда с помощью планетарного миксера. Оно получается очень нежным и вкусным и толкушкой мне уже давно не пользуемся. Поэтому вот эти только 4 вещи оставила, и то думаю, что через месяц-два от них тоже избавлюсь, так как они совершенно вроде бы как не нужны. И очень много еще других вещей тоже я убрала с кухни. Сейчас разложила все медикаменты в аптечку, которая доставала во время болезни. И сейчас раскладываю также на неделю вот в такую вот таблетницу. Таблетки мои, которые я пью каждый день натощак с утра за полчаса до еды. И также раскладываю в воды на неделю. Спрашивали, где приобретала такую таблетницу. Таблетницу я покупала на iHerb. Очень она удобная. Закончила с организацией нижних ящиков на кухне. Давайте покажу, что у меня получилось. Так, внизу вот здесь у меня раньше была такая сборная солянка и различные миксеры, насадки, мерные стаканчики и столовые приборы. Теперь здесь хранится у меня набор кастрюль с ковшиком, блинные сковородки и обычные сковородки. Куплю подставку под сковороды, у меня нету сейчас лишней. И поставлю, будет все аккуратно стоять на них. И из этого ящика сюда у меня переехали столовые приборы. Очень много чего выкинуло. То, что мне не надо, чем мы не пользуемся. Поэтому места стало достаточно много, просторно. И мне так нравится намного больше. Очень много различных лопаток ликвидировала. Так, все наглядно. Единственное, что не хватает еще вот такой подставки. Вот сюда потом докуплю. Вот в это место. И будет замечательно. Следующее, что кастрюли сейчас находятся здесь, а были вот тут. И все, что находилось в ящике, переехало вот сюда, вот в такие вот контейнеры. Очень удобно. Допустим, если буду готовить выпечку какую-то, сразу же достаю контейнер. И все в этом контейнере есть. И миксер, и так далее. И переставила сюда хлебницу. Здесь она удобнее, потому что пониже. И пока разогреваешь еду, можно сразу же достать хлеб. Но эти шкафчики я показывала уже вам в прошлом видео. Здесь такой порядок сохраняется. Только поддерживать. Так, здесь немножко поменялось у меня наверх. Переставила все заварочные чайники, различные бутылочки, термокрошки. То, что берем с собой перед выходом. В такие же контейнеры организовала к чаю вафли, пряники, сухари домашние детям делаю для супа. Сюда поставила чай, вот этот, который нужно выпить в первую очередь. И пока что с сухофруктов у нас только остался изюм. Остальное все у нас закончилось. Пока что не покупали, потому что лето активно едим свежие фрукты. А вот орехи нужно завтра съедить купить. И буду также их организовывать. Выделила место. И баночки только что помыли, баночки сохнут. И сюда организовала хлебцы, которые у меня не влезли в ящик. Ложка. Когда я кушать готовлю, чтобы ее можно было положить на рабочую столешницу. И моя таблетница. И здесь вот у меня получается такая чайная кофейная зона. Стоит чайник, тостер. И конечно же очень удобно было и логично вот в этом выдвижном ящике разместить все, что связано с чаем и с кофе. Мне очень нравится, как получилось, как преобразились мои ящички, шкафчики. Я просто нахожусь в восторге. Давайте быстро покажу, что здесь у меня находится. Здесь чай, который нужно заваривать. Затем чай вот такой вот, который распускается. Кофе, какао. Затем кокосовая стружка, мармелад. Три баночки пустые. Здесь будет ванилин. И две баночки под капсулы. Заказала, должны ко мне со дня на день приехать капсулы трех вкусов. Поэтому доорганизую сюда. Тут дрожжи, разрыхлитель теста, фруктоза. Это я подписала. Ритрол сахар, который заказывала на iHerb. Здесь манго сушеный, шиповник, хлебцы, батончики различные. Миндаль, сахар вот такой в кубиках рафинад. Семечки для салатов. И конфетки. И чай пакетированный разного вкуса. Очень мне нравится. Все очень удобно, классно. И думаю, что будет очень удобно таким способом пользоваться. И, конечно же, большое удовольствие, когда открываешь ящик, а в нем все аккуратно, чисто, разложено по своим местам. Конечно же, мне так нравится намного больше, чем было у меня до этого. И вообще я рада, что сделала такое преображение на кухне. Уделила внимание внутренним шкафчикам и ящичкам. Перебрела все содержимое. Надеюсь тоже, что вас смотивировало на порядок, уборку и организацию хранения. Давайте покажу мои покупки из фикс прайс. Покупок немного, но, в принципе, все они хорошие и нужные. Надеюсь, что меня будет слышно, потому что на улице опять идет такой сильный ливень, гроза. Просто ничего не видно. Дождь льет стеной. Во-первых, взяла себе две пары перчаток. Выбрала вот такие. В принципе, обычно всегда их и беру. Они очень удобные, отлично садятся по руке и прорезиненные на ладошке. Единственное, что размера S не было, пришлось брать L. Две пары получаются в размере L. Но перчатки очень хорошие, в них удобно работать. Затем взяла зубную пасту. Нравится мне тут эта зубная паста, новый жемчуг. Простая паста, но мне нравится, как она ее чистит зубы, ухаживает за полостью рта и освежает дыхание. И по цене получается очень выгодно. Затем беру всегда вот такие вот пакеты, когда я бываю в фикс прайс. Сейчас сегодня взяла с ароматом лимона. Еще мне нравятся с ароматом клубники и кокоса. Наверное, слышно, как у нас гремит, потому что, еще раз говорю, очень сильно гроза идет. Так, затем взяла вот такие вот лопатки. Выбрала себе вот такую лопатку на пробу. Если понравится, схожу еще, куплю несколько на смену. Это у нас фирма Kitchen лопатка кулинарная, 24 см. Такая лопатка очень удобна. В принципе, можно еду помешать. И также тесто доставать из формы, в другую форму перекладывать тоже очень удобно. И хочу завести две разных лопатки. Одну для еды, которой буду жарить и переворачивать пищу. А вторую как раз вот для теста, чтобы из формы переливать форму для запекания. Попробую ее. Если понравится, еще сразу же докуплю. Решила себе освежить вот такую вот кисточку. У меня есть, но она не очень в хорошем состоянии. Тоже я ее покупала 100 лет назад в фикс прайсе. И минус у нее какой? У моей кисточки вот это вот место. Оно постоянно отстегивается, отваливается. И это неудобно. Поэтому решила взять из этой же коллекции, такого же цвета, вот такую вот кисточку. Кисточка была по 59 рублей. Лопатка, я не помню. Наверное, постолько же. Затем взяла ручки домой, вот такие здесь. Их получается 7 штук. Набор автоматических шариковых ручек. Они черные. И очень удобно писать ими в ежедневнике. Мне нравится. Такой упаковки хватит надолго. В принципе, еще со своими домашними поделюсь. Далее взяла вот такую вот сетку для вьющихся растений. Показывала я вам уже такую сетку, то, что покупала. Огурчики очень сильно выросли. Такой сетки сейчас им не хватает уже расти вертикально. Сейчас буду эту сетку натягивать под крышей в длину теплицы. И таким образом огурчики будут виться по потолку. Видела так у садовых блогеров. Поэтому думаю, что понравится. Единственное, что там сетка была не из фикс прайса. А такая более прочная, качественная. Но я решила купить вот такую. Потому что она бюджетная. И в комментариях мне писала подписчица. То, что каждый год покупает именно вот такие вот сетки для огурцов. Очень удобно. По весне, точнее по осени сразу же все обрезать. Вместе с растениями, с лианами. И мне тут сетку и выкидывает. Что и растения хорошо держатся на такой сетке. Растут. И сетка тем образом бюджетная. В принципе не жалко ее утилизировать. Так. Затем взяла детям вот по такому стаканчику. Это русский десерт. Здесь сухие завтраки. Крупные, воздушные. Зерна риса. В сахарном сиропе, с цукатами, в вафельном стаканчике. Я очень раньше в детстве любила именно вот такую вот лакомку. Все время просила у родителей. Купить воздушный рис. Но в моем детстве почему-то я не помню именно, чтобы были они и в стаканчиках из подмороженного. Были в таких брикетиках. Детки тоже любят такой рис воздушный. И поэтому им покупаю. Взяла по штучке, значит, риса в зернах. И еще беру им вот такой вот пухлик. Пухлый кролик. Это идет жевательный зефир маршмеллоу. Также можно этот маршмеллоу использовать, допустим, с горячими напитками, с кофе, с какао. И подавать красиво получается. И приятно пить. И мне что еще нравится. Во-первых, зефир очень вкусный. И во-вторых, мне нравится то, что здесь идут разные фигурки. Сердечки там и так далее. Очень красиво смотрится при подаче. А также есть пухлый кролик. Такие простые овальные маршмеллоу. И следующее, что взяла, это два учебных пособия для Максима. У Евы, в принципе, у нас есть задание дополнительное. Тогда я вам показывала, что покупала на Озон. И вот Максимке сейчас еще купила годовой курс занятий 5-6 лет. Максиму 6 лет. И сейчас будем с ним сначала повторять 5-6 лет курс. Думаю, что пройдем его быстро. Потому что задание я посмотрела не очень сложное, но очень интересное. Есть счет, письмо, логика и так далее. Думаю, что ему понравится. И затем, когда пройдем вот эту вот книжку, будем заниматься вот под этой книгой. Это уже идет полный курс. Подготовка к школе 6-7 лет. Соответствует в ГОС. Здесь чтение, математика, алфавит, развитие речи, письмо, логика, мир вокруг. Посмотрела задания очень интересные, но, на мой взгляд, как бы не совсем простые. Поэтому будем сидеть, заниматься, разбираться. И самое главное, что в этой книжке очень-очень много различных заданий. Так что будем готовиться, потому что нам через год нужно будет идти в школу. Но, конечно же, еще будем дополнительно ходить, заниматься на подготовку в школу, в то заведение, куда будем поступать. Поэтому это как дополнительно, чисто для дома. Сначала решаем сейчас книгу с ним 5-6 лет, потом переходим вот к этой 6-7 лет. Так, и еще взяла попробовать вот такие вот сдобные вафли с орехом, вкусно, как у мамы. Еще пока не распечатывала, текстом наложу, вкусные или невкусные. И еще взяла вот такие конфеста с нежным сливочным кокосовым кремом. Посмотрела, выглядит очень аппетитно и вкусно. Я люблю кокос, очень люблю баунти, и вот что все связано с кокосом, поэтому думаю, что мне понравится. Также текстом наложу, вкусно или нет. Вот такие небольшие покупки были в фикс прайс, но, в принципе, все купила нужное сегодня, то, что нам пригодится. Сейчас вас приглашаю ко мне на кухню и будем готовить на несколько дней. Хочу поделиться своим меню, может быть, тоже возьмете на заметку и приготовите что-то. Я уже за кадром почистила картофель, подготовила его. И с помощью вот такого фигурного ножа шинкую и буду этот картофель запекать в гриле. Сделаю такую картошку фри домашнего приготовления. Очень она получается вкусная, нежирная нисколечко и улетает только в путь. Из приправ добавляю красную сладкую паприку, черный молотый перец, чеснок, соль по вкусу и буквально немножечко, одну чайную ложку растительного масла, затем перекладываю все в чашу гриля и ставлю готовиться. Пока у меня картошка будет запекаться, я буду заниматься приготовлением других блюд. На обед буду сегодня готовить безумно вкусный суп сырный с грибами. Поставила на плиту, отваривается куриное филе и сейчас шинкую на мелкие кубики лук. Из ингредиентов нам понадобится куриное филе, можно заменить на любое другое мясо, допустим на индейку, тоже будет замечательно. Лук репчатый, конечно же главным ингредиентом этого супа будут шампиньоны, можно взять другие грибы. Сейчас как раз идет сезон, можно приготовить этот суп допустим с белыми грибами или с подберезовиками, будет замечательно. Морковка, картофель и специи. Грибы я нарезала, тем временем у меня уже пожарился лук. Лук я перекладываю в тарелочку и снимаю пенку с бульона. Кастрюлю переставляю на другую конфорку и буду мясо до готовности отваривать на медленном огне. И ставлю обжариваться ранее порезанные шампиньоны. Шампиньонов берите как можно больше или других грибов. Чем больше грибов, суп получается вкуснее и насыщенней. И конечно же нужно немножко присолить грибы. Картофель нарезаю на небольшие кубики и будем отправлять в бульон отвариваться. Грибы обжарились и к ним добавляю небольшой кусочек сливочного масла, чтобы грибы пропитались и стали такого вот сливочного вкусного аромата. Куриное филе у меня уже отварилось, достаю его из бульона и отправляю туда отвариваться ранее порезанный картофель на мелкие кубики. И также добавляю морковь. Морковь обжаривать не стала, потому что если ее обжарить, она затем в бульоне даст ему такой вот оранжевый цвет. А мне бы этого сегодня не хотелось, хочу, чтобы бульон был нежного сливочного цвета, поэтому сразу же отправляю в бульон морковку не обжаренную. Морковь у меня это из заготовок замороженная. И конечно же этот суп подается с гренками, так получается он еще вкуснее. И всегда стараюсь гренки не покупать и делать их домашними. Берем батон, нарезаем вот на такие небольшие ломтики, отправляем на противень и сверху добавляем кусочки сливочного масла. Духовой шкаф у нас уже разогрелся до температуры 180 градусов, включая верхний и нижний нагрев. И примерно гренки будут выпекаться минут 10-13. Нужно конечно же открывать духовой шкаф, не забывать и перемешивать гренки. Пока гренки готовятся, суп варится, я параллельно занимаюсь готовкой второго блюда. Сегодня буду готовить очень вкусное куриное филе в сливочном соусе карри с кабачком. Это наверное самый любимый наш летний рецепт, делилась я им с вами ранее, но так как на канале много новых зрителей, может кто-то не видел, и решите приготовить, потому что рецепт реально достойный и на этот рецепт была очень хорошая обратная связь. И вкусное такое блюдо, подавайте с пюре, с рожками, дети уплетают просто за обе щеки. Я взяла фигурный нож и вот таким вот способом нарезаю кабачки. Конечно же это делать абсолютно не обязательно, просто у меня он был под рукой, до этого резала картофель, и решила сделать так, потому что в итоге все равно кабачки пожарятся, и конечно же они форму держать такую рифленую не будут. Но по крайней мере пока что готовишь, смотрится очень красиво. Кабачки у меня молодые, свои, конечно же это очень радует, стараемся кабачки собирать очень и очень такими молодыми, молочными, но тут уже даже пропустили немножко, обычно собираем их поменьше по размеру. Кабачков растет очень много, не знаю куда девать, наверное будем с вами в ближайшее время готовить кабачковую икру на зиму, тем более у меня очень икру кабачковую любит Максим. Напишите в комментариях, готовите ли вы кабачковую икру или нет, может быть поделитесь со мной каким-то очень вкусным и проверенным рецептом. Я тем временем уже обжарила лук на сковороде и туда добавляем куриное филе, порезанное на небольшие кубики. И все обжариваем со всех сторон, чтобы куриное филе запечаталось и стало беленьким. Таким образом в итоге филе получится очень нежное, мягкое и сочное. Приготовилась картошка фли, вот такая она получается, безумно вкусная, ароматная, намного лучше, чем в каких-то фастфудах. И сейчас у меня также приготовились гренки, перекладываю их в блюдо, в котором буду подавать к столу гренки. Куриное филе у меня запечаталось со всех сторон и добавляю в сковороду кабачок, который ранее мы с вами порезали. И сейчас обжариваем со всех сторон, накрываем крышкой и готовим примерно минут 20. Кабачок молодой, курочка у нас уже обжарилась, поэтому долго это блюдо не готовится. У меня остыло куриное филе на суп, я его измельчила на небольшие кубики и отправляю в кастрюлю. И последний штрих нам нужно натереть на крупной терке сливочный сыр. Я брала 2 штуки. Все рецепты пропишу внизу под видео в инфобоксе, обязательно заглядывайте. И да, хочу еще сказать, в прошлом видео, конечно же, я оговорилась в рецепте, мне написали в комментариях, неужели 100 грамм разрыхлителя нужно для приготовления. Это, конечно же, неправильно, просто я озвучивала пол четвертого утра и, конечно же, я оговорилась. Всегда правильный рецепт будет в инфобоксе. Если вас что-то смущает, можно посмотреть, будет внизу под видео. Конечно же, нужно было всего лишь 10 грамм. И еще буду сейчас запекать в гриле куриное филе, которое у нас идет на бутерброды. Дети его очень любят и они считают это колбаской. Поэтому я стараюсь его готовить часто, чтобы всегда оно было в холодильнике, на перекус какой-то на бутербродик сделать или в лепешку тортилью завернуть. Мне детям очень нравится. Сделал такие небольшие надрезы на курином филе и добавляю и специи паприку, чеснок, соль, немножко растительного масла и отправляем все в гриль. Также приготовилась на сковороде уже куриное филе с кабачком. Добавляю сметану примерно грамм 300-400. Чем больше сметаны, конечно же, вкус получается более насыщенный, сливочный. И главная приправа этого блюда это карри. Я обожаю карри, поэтому добавляю его очень много. Также нужно добавить соль. Все тщательно перемешиваем и оставляем на сковороде буквально еще минуток на 5. И блюдо получается очень красивое, нежно-зеленого цвета кабачок. И соус приобретает от карри такой золотистый-желтый оттенок. Такое очень блюдо, поднимающее настроение. И получается самое главное еще и вкусно. И последнее, что буду сегодня готовить, это сосиски в тесте. У меня уже разморозилось слоеное тесто. Делаю вот такие вот полосочки сосиски. Когда покупаю много, на всякий случай убираю их в морозилку. И перед тем, как собираемся готовить, достаю, и они очень быстро размораживаются. И вот таким вот способом заворачиваю сосиски в кусочек теста. И потом в дальнейшем будем смазывать тесто смесью молоко плюс яйцо. И сверху еще буду посыпать кунжутом. Запекаться сосиски будут буквально 20 минут на режиме верхний-нижний нагрев. И температура 180 градусов. Получается очень вкусно. Детки очень любят так тоже на перекус скушать или к завтраку дополнением. И делюсь с вами, что я приготовила на несколько дней. Здесь у меня картофель фри. Уже его поели, осталось совсем чуть-чуть. Очень вкусный. Также куриное филе приготовилось на гриле. Оно у нас пойдет на бутерброды. Сразу же я нарезаю на порционные кусочки, чтобы потом не доставать, не пачкать лишний раз нож и доску. А кусочки уже готовые. Можно сразу же класть их на бутерброд или в лепешку тортилья. Здесь у меня курица с молочным кабачком в сливочном соусе карри. Еще приготовила сливочный суп шампиньонами и с гренками. Отварила на гарнир еще макароны. И сделали мы с вами сосиски в тесте. Надеюсь, что вы сегодня хорошо провели время в моей компании. Если вам видео понравилось, обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх. Сейчас это очень необходимо. Конечно же подписывайтесь на канал. Впереди будет много всего интересного. А я вам хочу сказать огромнейшее спасибо, что посмотрели это видео до конца. Хочу пожелать всем крепкого-прикрепкого здоровья, прекрасного настроения, отличного лета. Остался всего у нас один последний месяц лета, чтобы вы его провели очень хорошо. И он был супер запоминающимся. А мы уже увидимся с вами совсем скоро в новом видео. До новых встреч. Пока.